Здравствуйте! С вами Александр Поморцев и сегодня я расскажу вам о плакатах, которые стали историей российских железных дорог. В 1929 году разразился экономический кризис, охвативший весь западный мир. Казалось, капиталистическая система доживает последние дни. В этих условиях цель догнать и перегнать Америку выглядела вполне достижимой. Однако она требовала максимального напряжения всех ресурсов. Подхлестнуть энтузиазм трудящихся, обозначить конкретные задачи и наметить пути решения – таковы темы правительственной пропаганды в СССР в последние довоенные десятилетия. 30-е годы в нашей стране прошли в борьбе за экономическую независимость и оборонную мощь Советского Союза. Форсированная индустриализация проходила в несколько этапов. Одним из них была реконструкция железнодорожного транспорта. По всей стране строились железные дороги, переоборудовались депо и станции, выпускались новые мощные локомотивы. Реконструкции железнодорожного транспорта посвящен плакат Николая Долгорукого. Благодаря своей композиции этот плакат напоминает чертеж или же эскиз декораций. Две линии пересекают лист по горизонтали и по диагонали. Таким образом они делят пространство плаката на 4 сегмента. В верхнем левом углу мощный паровоз движется к правой части листа. Такое движение слева направо традиционно символизирует устремленность в будущее. Далее взгляд зрителя следует по часовой стрелке. В правом верхнем сегменте мы видим сортировочную станцию, словно с высоты птичьего полета, башню элеватора и состав во время погрузки. Под изображением сортировочной станции верницы новых вагонов различного типа – цистерн, хоперов и платформ. Благодаря такой динамической композиции художнику удалось создать впечатление непрерывного движения сразу в нескольких направлениях – кипучей деятельности на всех участках трудового фронта. Объяснение этому композиционному решению можно найти в биографии художника. Николай Андреевич Долгоруков, заслуженный деятель искусств РСФСР, родился в 1902 году в Екатеринбурге. До того, как переехать в Москву в конце 20-х годов и посвятить себя плакатной графике, художник пробовал себя в разных сферах. Работал чертежником, затем театральным художником, наконец поступил в Уральский горностроительный институт, где учился на архитектора. Такая разносторонняя подготовка нашла отражение в некоторых его работах. Из-за большого количества деталей на восприятие этого плаката требуется время. Художник решил этим воспользоваться и разместил на листе развернутый лозунг. Реконструкция социалистического транспорта обеспечит ударные темпы промышленности и мощное развитие сельского хозяйства. Акценты оранжевым цветом добавляют оптимистическую ноту в общее звучание плаката. Техническая реконструкция предъявляла новые повышенные требования к кадрам железнодорожников. Между тем на железную дорогу шли вчерашние крестьяне, часто неграмотные, без нужных знаний и навыков. По возможности специалистов старались готовить без отрыва от производства. С этой целью внедрялась практика индивидуально-бригадного ученичества, открывались курсы, технические кружки и различные общества. Цитата. В ноябре 1927 года в Советском Союзе основывается Добровольное общество «Техника масса». Через 4 года оно преобразуется в общество за владение техникой, сокращенно ЗОД. Его назначение – содействовать повышению квалификации рабочих, изучению вопросов производства, а также отдельных проблем технической реконструкции заводов и фабрик. Основой общества являлась производственная ячейка по владению техникой на предприятии. Ячейки были призваны решать конкретные задачи, такие как борьба с браком, освоение трудящимися новых технологических процессов и оборудование, пропаганда, соцсоревнования. В середине 30-х годов в общество ЗОД вступило полтора миллиона человек. Плакат ленинградского художника, конструктивиста Дмитрия Буланова призывает работников железнодорожного транспорта овладевать техническими знаниями, необходимыми для реконструкции отрасли. Для этого железнодорожников приглашают вступать в ячейки ЗОД. Предельная выразительность этой композиции достигнута благодаря гигантским объемным буквам. Художники-конструктивисты использовали угловатые буквы, лишенные насечек и контраста тонких и толстых штрихов. Простые буквы для простых людей. Строгие броские надписи подчеркивали важность плакатного сообщения. Сделать шрифт главным выразительным средством – излюбленный прием конструктивистов, который часто применял Дмитрий Буланов. На этом плакате тяжелые красные буквы ЗОД мгновенно приковывают к себе внимание. По надписи идет грузовой состав, яркие лучи освещают его путь. Две широкие полосы подчеркивают стремительное движение. Плакатная метафора ясна. Общество ЗОД закладывает основу для уверенного и динамичного развития железнодорожной отрасли. Автор плаката использует и другой характерный прием конструктивистов, варьируя размер и цвет шрифта, выделять основную и вспомогательную информацию. Тридцатые годы отмечены драматичными событиями истории отечественного железнодорожного транспорта. В течение этого десятилетия были репрессированы лучшие инженерно-технические кадры – начальники дорог, станций, депо и других предприятий транспорта. В то же время усилилась бюрократизация управления отраслем. Все вместе привело к тому, что железные дороги начали испытывать острую нехватку специалистов высшей квалификации. На плакате Константина Урбетиса путеец энергичным жестом указывает на локомотивы, возле которых суетятся рабочие. Не было необходимости вводить такую объемную цитату, как это сделал автор. Плакат и без нее красноречиво заявляет о проблеме. Ремесленным навыкам рабочего железнодорожника не хватает технических знаний и опыта инженера. Художник прибегнул к распространенному приему – искажению масштаба образов, чтобы подчеркнуть их значение. Рабочий – непропорционально больше инженеров, которые столпились возле стола и локомотивов. Автор подчеркивает, что в данный исторический момент необходимо выполнять конкретные производственные задачи. Делом, а не словом, участвовать в социалистическом строительстве. Место квалифицированных специалистов на линии, а не в конторе. А еще на плакате Константина Урбетиса изображен первый советский электровоз. Он был построен по чертежам компании General Electric, заводами «Динамо» и коломенским машиностроительным в 1932 году. Серия получила название «СС», что означает «Сурамский советский». После обкатки электровоз «СС» поступил на Сурамский перевал за Кавказской железной дороги. На этом участке, электрифицированном в том же 1932 году, впервые в СССР была применена электрическая тяга в магистральном движении поездов. Улучшение материально-технической базы железнодорожного транспорта было залогом успешной индустриализации страны и обеспечения ее обороноспособности. Довоенную программу реконструкции транспорта, несмотря на малограмотность населения, в целом удалось выполнить. Ясный и доступный язык плаката был тем инструментом, который помог, выражаясь словами Иосифа Сталина, организовать энтузиазм и пафос нового строительства. С вами был Александр Поморцев и программа «Железнодорожные плакаты». Увидимся на телеканале РЖД-ТВ. Продолжение следует...